Добрый день, уважаемые телезрители! До старта приемной кампании 2016 осталось совсем немного, и мы продолжаем знакомить вас со структурными подразделениями Казанского Федерального Университета, с которыми вы, возможно, свяжете свое будущее. Сегодня мы поговорим об Институте геологии и нефтегазовых технологий. У нас в гостях директор института Данис Карлович Нургалиев. Здравствуйте, Данис Карлович! Данис Карлович, расскажите, пожалуйста, немного о вашем институте. Чем он уникален, кого вы вообще готовите? Институт геологии и нефтегазовых технологий уникален, например, тем, что он находится в Казанском Федеральном Университете, который на сегодня один из лучших университетов России и один из самых оснащенных, наверное, на сегодняшний день университетов России и университет, в котором работает масса выдающихся ученых. Мы делаем прекрасные научные исследования, работаем с компаниями. То есть мы сегодня передовые, передовики в России и особенности, скажем, в области геологии, нефтегазовых технологий. Институт нефтегазовых технологий — это бывший геологический факультет, который стал новым, к которому пришли технологии, геологические нефтегазовые технологии. Сегодня в недрах института, в лабораториях института разрабатываются суперсовременные технологии, которые будут применяться в нефтедобыче, нефтепереработке, скажем, в ближайшие 15-20 лет. Сегодня буквально мы являемся лидерами, например, в таком направлении, как подземная переработка нефти. То есть это фантастическая такая штука, когда нефтеперерабатывается в завод, засовывается, запихивается под землю. И тут, конечно, нужны знания не только геологов, но и химиков, и физиков, и математиков, и программистов. То есть это колоссальная междисциплинарная область исследований, которая сегодня для России имеет значение номер один, наверное. Россия — страна ресурсов. Не надо говорить, что мы на ресурсной игле сидим. На самом деле Россия очень богатая страна, и мы должны этим богатством правильно распоряжаться. Мы должны его сохранить для потомков и сегодня использовать для обогащения нашей страны, людей наших, чтобы люди стали наши счастливы, счастливые, здоровые были. И для этого, конечно, нужно знать, как это делать. Мы этому учим. То есть вы готовите универсальных специалистов, которые смогут работать в любой сфере нефтегазового дела? Не совсем. Конечно, я не могу сказать, что мы готовим инженеров для нефтехимических нефтеперерабатывающих заводов, но мы готовим людей, которые имеют компетенции в этой области тоже, потому что на самом деле в будущем нефтедобыча должна быть междисциплинарной. То есть, когда я говорю нефтепереработка под землей, то я подразумеваю элементы нефтеперерабатывающего завода, которые находятся под землей в геологической среде. А вот насколько востребованы ваши выпускники? Куда они устраиваются? Наши выпускники востребованы колоссально, потому что я могу сказать так, что за ними, в принципе, стоит очередь. То есть, приезжают каждые недели, буквально последние недели, приезжают компании, выступают, агитируют, приглашают наших выпускников к себе работать. В основном, это геологические и нефтегазодобывающие компании России. Например, можете назвать? Ну, это, во-первых, это, конечно, Татнефть. Это нефтегазодобывающее управление Татнефтью. Вот сегодня мы проводим очень большую работу с Татнефтью в области разработки высоковязкой нефти, сверхвязкой нефти, так называемой, или природных битумов. Вот в этой области очень много предложений. Лукойл, Роснефть, Газпром, Газпромнефть, то есть, ну, Сургут, нефтегаз. То есть, практически все крупнейшие компании России, они приходят к нам за выпускниками. Мы с ними работаем. Значит, проводим не только вот такую профориентационную работу, работу, скажем, в образовательном плане, но также и научные исследования проводим с этими компаниями. А в чем секрет такой востребованности? Вы их как-то по-особенному готовите? Ну, во-первых, мы работаем с компаниями. То есть, мы, ну, у нас очень много студентов, которые обучаются по заказам компаний. Это во-первых. Во-вторых, значит, мы работаем с компаниями. То есть, мы работаем в научной области, в технологической области с компаниями. И когда мы делаем какие-то разработки совместные, да, то компании, естественно, параллельно интересуются специалистами, которые эти разработки могут внедрять в жизнь. Вот. Я думаю, что вот этот путь, он наиболее сегодня такой оправданный и правильный. Вот. И наши студенты, они, в общем, со второго-третьего курса начинают заниматься научными исследованиями в этих лабораториях, которые сегодня у нас есть, которых мы для компании же разрабатываем технологии, делаем исследования научные, неокры делаем. Вот. И, конечно, вот эти вот, вот эта технология, эта методика, она приводит к тому, что компания с удовольствием берет выпускников наших, которые уже знакомы с этими новыми технологиями, методами, оборудованием. Вот. Ну, довольно все интересно и заманчиво. Насколько сложно вообще поступить в Институт геологии и нефтекации технологии? Вы знаете, ну, что значит сложно? Каждый, кто хочет, каждый, кто мечтает об этом, может поступить, конечно. Для этого нужно очень несколько простых вещей, так сказать. Да? Ну, получить достаточно высокие баллы ЕГЭ. И, конечно, самое главное, я хотел сказать, что самое главное нужно, чтобы вот это вам нравилось. Не то, что вы пришли на слово нефть, вот услышал слово нефть и пойду нефть, буду богатым, там, буду генеральным директором компании, да. И, конечно, мне хотелось бы, чтобы ко мне пришли ребята, которым нравится геология, которым нравится природа, которым нравится путешествовать. Понимаете? Вот люди романтики говорили раньше, вот в 60-е годы геология была романтической специальностью, то есть конкурс был бешеный просто совершенно, да, люди шли валом там, да, и действительно была такая гитара, костры, костер там, да, тайга, комары. Сегодня это никуда не исчезло, на самом деле. Довольно интересный институт у вас, Данис Карлович, а я хочу напомнить нашим телезрителям, что мы только что говорили об Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета, и с нами в гостях был директор института Данис Карлович Нургалеев. Вам же хочу пожелать сделать правильный выбор. Поступайте в Казанский федеральный и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин